Так выглядит ситуация с поголовьем скота у жителей Аральского района. Мария Ясикеева вынуждена содержать в сарае около десятка голов мелкого скота. Отправлять на выпас нет смысла, на пастбищах пусто. Корма тоже закончились. И Сикеевой не осталось другого выбора, кроме как косить сорняк, чтобы хоть как-то прокормить животных. Многие жители Аральска сейчас заняты поиском кормов для своего скота. Несколько дней назад сообщалось о том, что фонд миллиардера Булата Утимуратова выделил свыше 200 миллионов тенге для помощи Аральскому району. Планировал, что на эти средства купят 900 тонн кормов и распределят его среди 800 малообеспеченных семей, а также установит колодцы для орошения пастбищ. Жители с таким планом не согласны. Они говорят, что проблемы с орошением пастбищ и установкой колодцев возникли давно, и что на их решение уже выделяли средства из республиканского бюджета. Жители просят использовать деньги благотворительного фонда в первую очередь для закупки кормов и помочь малообеспеченным семьям спасти свой скот. Акимат отчитался, что на сегодняшний день доставил 133 тонны сена и распределил его среди 330 малообеспеченных семей. Кому именно помогать, решала специальная комиссия. На днях планируется доставить ещё 900 тонн сена. По данным властей, этого хватит для обеспечения кормами более 200 тысяч голов скота до следующей весны. В июне этого года в Казалардинской и Мангыстаусской областях из-за засухи погибли тысячи голов скота. 13 июля в Аральском районе Казалардинской области ввели чрезвычайное положение. Официально здесь погибло более 600 голов скота. Незадолго до этого, 10 июля, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров был отправлен в отставку с формулировкой, что ведомство не смогло принять правильные решения, чтобы предотвратить тяжёлые последствия засухи в этих регионах. Субтитры создавал DimaTorzok